Обсудим это с Айриком Эльманом, израильским политическим обозревателем. Я хотел бы начать обсуждение ситуации в Израиле со статьи Томаса Фридмана, это New York Times. И США пересматривает свое отношение к Израилю. Конец цитаты. Что это за слова очень важного журналиста для Америки и для демократической администрации? И вот такая фраза, США пересматривает свое отношение к Израилю. Пугающе звучит. Ну, надо сказать, что Фридман, конечно, далеко не всегда выступает как пресс-секретарь демократических администраций. Но он, конечно, фигура приближенная. И в качестве таковой понятно, что через него Вашингтон посылает какие-то послания, скажем так, Израилю. Израилю администрации, правительству Антониагу и лично ему, которые официально передавать было бы неудобно, скажем. Что, о чем идет речь в этой статье. Фридман утверждает, что в ходе визита президента-герцога в Вашингтон, который будет на следующей неделе, ему будет сказано, что Соединенные Штаты решили начать процесс пересмотра своих отношений с Израилем во всем, что касается дипломатической поддержки нашей страны в международных форумах и международных правовых инстанциях. То Соединенные Штаты перестанут защищать Израиль от обвинений в аннексии территории, обвинений в апротеиде и так далее. То есть это намек на голосование в ООН? Да. Были в той ситуации в декабре 2016 года, когда под занавес администрации Обамы, в которой нынешний президент Байден был вице-президентом, там было решено содействовать принятию резолюции Совета Безопасности, которая отрицала право Израиля на Юдею, Самарию и Восточную Австралию, как мы помним. И как тогда закончилось? Израиль отреагировал на... Это закончилось принятием этой резолюции, как мы помним. Мы тогда были, там, веселые истории с участием того же самого Байдена, который звонил тогдашнему президенту Украины, помним, Порошенко, с требованием поддержать ту резолюцию. Но это все уже, так сказать, прошлое. Ничего практически не изменилось. Мы знаем, что спустя несколько... год после этого чуть больше Соединенные Штаты под эгидой президента Трампа признали Иерусалим столицей Израиля, перенесли туда свое посольство. Скажем так, практического какого-то удара по позициям Израиля это не нанесло. Тем не менее, понятно, что если мы начинаем говорить о каких-то международных правовых структурах, если мы говорим о том, что где-то Соединенные Штаты не будут мешать признать Израиль государственному практикующему партии людей Самарии, это, конечно, не так приятно. Это может быть чревато определенными международными санкциями. И, конечно, это будет иметь весьма негативные последствия для тех международных отношений Израиля, которые... с теми странами, которые заинтересованы в Израиле, как в таком мосту в Вашингтон. То есть, ни для кого не секрет, что часть наших связей с определенными государствами связана с тем, что там считают, что израильтянам открыта дорога в Белый дом, и они могут там решать вопросы и помогать, так сказать, укреплять дружбу между Соединенными Штатами и такими государствами, которые в противном случае были бы... не представляли бы интересы для США в лучшем случае, или, может быть, даже были бы объектами третики к худшим. Поэтому, конечно, ничего хорошего в этом нет. Насколько это... реальность надо будет увидеть, потому что в официальном русском говорит, что никаких подобных предупреждений не было. Фридман утверждает в своей статье, что благодаря, в кавычках, юридической рекорде, которая... с его точки зрения речь идет о уничтожении израильской демократией, он в этом смысле полностью участниками из вчерашних протестов, американские евреи тоже поддерживают эту идею и не будут мешать Байдену это сделать. Но это все, так сказать, далеко не так очевидно. Во-первых, немалая часть американского и еврейского руководства не хочет, чтобы эта тема была предметом двусторонних отношений против вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Израиля. Кроме того, на одних демократах, что называется, свет клином не сошелся, поскольку, вне всякого сомнения, что подобный открытый конфликт с Израилем немедленно превратится в тему, в весьма центральную тему предстоящего противостояния демократов и республиканцев в будущем году, когда начнется по-настоящему кампания так за подпрезидента, так и за большое количество мест в Сенате и Конгрессе, где израильская тема, конечно же, станет весьма активной на повестке дня. И никто не гарантирует, что вот эта позиция, Израиль, под нынешним руководством он плохой, он гнетает бедных палестинцев и скатывается в диктатуру, будет поддержана достаточным количеством американцев. Как на праймере внутри самих партий, если выяснится, что против Байдена все-таки кто-то захочет выступить в демократической партии с учетом его невысоких показателей и вопросов, так и, конечно, республиканской, которая будет только рада взять израильскую тему на вооружение. Хорошо ли это для Израиля? Ну, мы всегда стремились к тому, чтобы поддержка Израиля была темой беспартийной. То есть, вне зависимости от того, как демократ, тот или иной американский политик или республиканец, наша цель и цель наших друзей в США всегда была добиться, чтобы безопасность Израиля, интересы Израиля, право государства Израиля, свобода от действий Израиля на международной арене была частью повестки дня всего американского политического истеблишмента. Проблема состоит в том, что это желание, оно в последние годы все больше и больше перестает соответствовать меняющейся политической картине в Соединенных Штатах, в первую очередь в демократической партии, которая все больше опирается на национальные меньшинства, и этнические меньшинства, и расовые меньшинства, где, к сожалению, в значительной степени по независимым от нас совершенным обстоятельствам все больше и больше превалируют голоса, которые видят Израиль через туризму колониализма, американского расизма, империализма и прочих измов. То есть не совсем, не в виде разницы между Израилем, его историей, его реальностью и другими, скажем, колониалистическими наследиями и, конечно же, ситуацией в Соединенных Штатах. Тарик, а можно уточнить? На ваш взгляд... Положение во многом не зависит от того, что происходит. Вот на ваш взгляд, насколько вот в этих словах Фридмана, а Байден, между прочим, и на саммите НАТО успел сказать что-то про Израиль, вот в этой позиции демократической партии, его руководства, насколько там колониальный вот такой акцент, и насколько там боязнь демократической партии, что Израиль скатывается в какую-то религиозную диктатуру и теряется демократия на Ближнем Востоке, единственная демократия. Вот какое соотношение этих двух дискурсов в выступлениях Фридмана и Байдена? Трех. Не будем забывать главную, то есть традиционную проблему в отношениях Израиля с любой демократической администрацией. Это вопрос палестинцев и поселений. Цель все демократические администрации, включая нынешнюю, ставили перед собой цель продвижения или сохранения перспектив урегулирования конфликта на базе двух государств и двух народов. И вот это вот повторяю как мантру, тему о том, что еврейские поселения, они по определению являются опасностью для этого урегулирования. Никакие там аргументы, что поселения существуют, они развиваются в своих существующих границах. Новых поселений у нас не создавали неизвестно какое количество времени. Каждый поселенческий форпост видит болезненный процесс его легализации. Это все аргументы, которые редко встречают понимание у демократических администраций США. Ну и мы знаем, что и в Европейском Союзе тоже. Там всегда очень удобно делать такое моральное уравнение. Вот палестинцы устраивают террор, убивают мирных израильтян, ну а вот израильтяне строят поселения и тоже мешают созданию палестинского государства. Моральная сторона этого уравнения, каждому решать, насколько она соответствует действительности. Поэтому мне на самом деле кажется больше, что вот это вот разговоры о опасности для израильской демократии, что Израиль вот-вот превратится в право религиозно-креликально-фашистскую диктатуру. Это все хорошая ширма для того, чтобы поменьше говорить на палестинскую тему, потому что она набила оскомину очень многим в Соединенных Штатах тоже. Реальность, которая отражается даже в американских средствах информации такова, что очень тяжело говорить о каком-то там урегулировании, очень тяжело сравнивать, когда Хамас обстреливает израильские города ракетами, когда палестинские террористы из Удей и Самари убивают евреев, получают за эту зарплату палестинской автономии, а евреи построили еще 10 домов поселения Гдумим. Ну давайте подумаем, что более опасно для будущего урегулирования. Поэтому говорить о том, что на самом деле недовольство Вашингтона нынешним израильским правительством связано с его действиями на внутренней арене, его внутренней политикой, его желанием реформировать юридическую систему, это, конечно, гораздо удобнее. И это действительно встречает больше понимания со стороны тех же самых американских евреев, немаловажной аудитории все еще для демократической партии. Ну то есть нам надо расслабиться, это старый дискурс, ничего не поменяется. Ну будет как, сколько там, 7 лет назад, будет примерно какая-то такая реакция. Ну переживем мы это. Давайте пока вообще не будем уже, так сказать, паниковать и говорить, что мы вернулись к временам администрации Джеральда Форда, которая проводила такую переоценку ценностей, или того от Барака Обамы, который этим угрожал. Даже Фридман в своей статье подчеркивает, что никакие там переоценки не коснутся глубокого и крайне важного стратегического сотрудничества Израиля-США во всем, что касается безопасности обеих стран. Ну, надо честно сказать, что для всех нас это, пожалуй, самое главное. Там есть, конечно, такие вещи, которые уж точно не связаны с позицией администрации. Например, что Фридман предложил, что если Израиль, вот, получит статус безвизового режима Соединенными Штатами, то поскольку Израиль контролирует Иудею-Самарию фактически, то миллионы палестинцев и Иудею-Самариев тоже должны такую статус автоматически получить. Но Израилю от этого ни тепло, ни холодно, да? Если два миллиона палестинцев тоже смогут ездить в Соединенные Штаты, у нас с этим, я думаю, проблем нет даже у самых, так сказать, правых. Наоборот, они скорее будут рады в надежде на то, что если палестинцы смогут свободнее попадать в США, там они и останутся, да? Ну, это шутка. А вот для Соединенных Штатов идея безвизового въезда жителей палестинской территории с учетом действий там определенного рода организаций, это, скорее всего, проблема. Понятно, что речь идет в значительной степени о риторике. Фридман, он часто любит, и те, кто знаком с его творчеством, человек этот, за ним десятки лет карьеры в американской журналистике и публицистике, он любит, на самом деле, этот жанр, в котором он время-тремени учит нас жить в Израиле. Не все автоматически является позицией Белого дома. Но, как я уже сказал в начале, понятно, что есть там элементы воздействия на израильское общественное мнение, которые, без всякого сомнения, услышаны были автором в тех или иных кабинетах в нынешней администрации. Перейдем к внутренней повестке. Ваши итоги вчерашних протестов и вообще вот этого развития ситуации вокруг юридической реформы? Ну, скажем так, мы видим, что полиция активизировала свои действия. Больше она присутствует. В результате перекрытия дорог стали более управляемыми, надо сказать. Точно так же под контролем прошла акция в аэропорту. Надо сказать, что, несмотря на заявление вчерашней юридической советы правительства, ничего не изменилось с точки зрения того, что происходило в аэропорту по сравнению с предыдущими акциями там. Единственное, пожалуй, самое большое неудобство было именно вот та часть, которая, где демонстранты на своих машинах очень медленно объезжали аэропорт, создавая проблемы для тех, кто приехал в аэропорт на своей машине и для шаттлов, которые курсировали по аэропорту. И полиция действительно там вмешивалась и давала штрафы. Более активные действия полиции привели к более активному противостоянию с демонстрантами. В ряде случаев были произведены аресты. Сегодня даже часть арестованных еще остается. Прокуратура даже решила впервые с начала протестов подать апелляцию на решение их освободить из-под стражи. Вот сегодня они рассматриваются. Что же касается эффекта этих протестов, я должен сказать, что, на мой взгляд, эффект начинает спадать. Если мы говорим об эффекте на коалицию. Мы помним, что в марте массовая акция на Илоне, спонтанная после решения Антониагу отстранить ее Вагаланта с поста министра обороны, вызвала реальные перемены. То есть и последовавшие из этого объявления о всеобщей забастовке, которая, как многие подозревают, была скоординирована с тем же самым Антониагу, вызвали остановку реформы, начало переговоров от президента, определенные компромиссы. И в этот раз, как минимум сейчас, коалиция полна решимости довести законотворчество по закону об ограничении применения принципа разумности или крайней неприемлемости, кому как, до конца. И на данный момент Антониагу не собирается мешать в этом. На совещании глав коалиции вчера он сказал, что единственное, что может задержать этот процесс, это какая-то ситуация в сфере безопасности, которая на данный момент не предвидится. Поэтому я думаю, что здесь есть сочетание интересов. Антониагу хочет дать своим партнерам по коалиции какое-то достижение. Надо напомнить, что до сих пор немало элементов реформы были приняты в первом чтении, но ничего с ним после этого не случилось. Законопроект о принципе разумности, он, судя по всему, станет первым, который будет утвержден во втором и третьем чтении. На данный момент в коалиции нет аппетита к возвращению к переговорам. Скажем, если цель демонстрации была заставить коалицию вернуться на переговоры с президентом, эта цель не достигнута. Но опять же надо сказать, что организаторы протестов с самого начала были против этих переговоров. За переговоры был Удмени Ганс и чуть меньше Яйр Лапин. Организаторы протестов были с самого начала решительно против, подозревая, что на переговорах будут сделаны какие-то компромиссы, которые, по их мнению, поставят под угрозу израильской демократии. Поэтому главное, требование пространства не изменилось. Оно и раньше, и теперь остается полный отказ коалиции от своих планов законотворства в области юридической реформы. Коалиция на данный момент пришла к выводу, что она может и должна жить с этим явлением под названием массовые протесты. И поэтому там есть стремление прийти к какому-то хотя бы достижению, к какому-то результату с тем, чтобы вернуть себе доверие более правой части своих избирателей, которые хотят реформы и которые в вопросах не говорят, что они будут голосовать за бениганца. Они в вопросах говорят, что мы не придем на голосование в следующий раз, поскольку наши идеологические цели не достигнут. И эти несколько мандатов коалиция теряет с вопросов и в результате постоянно отстает от нынешней оппозиции по популярности. Там надеются, что вот этот символический успех и демонстрация воли коалиции на фоне массовых протестов помогут изменить ситуацию к лучшему с точки зрения общественного мнения. Но есть ощущение, что и протесты не остановятся. И что же у нас? Конституционный кризис так называемый? Ну, у нас не конституционный кризис, это столкновение двух ветвей власти. То есть, скажем, если Верховный суд, как Верховный суд сегодня принял закон, отменил, простите, элементы закона о иностранных рабочих, и потребовало от КНЕСТа и правительства, извините, в противном случае закон потеряет силу, а правительство, предположим, скажет, нет, мы и через полгода, скажем, нашей структуры должны будут исполнять закон, так он существует сейчас. И по этому поводу выпустят инструкцию. Вот это будет, к примеру, конституционный кризис. На данном этапе у нас нет конституционного кризиса. Правительство управляет, КНЕСТ принимает законы, часть израильской общественности регулярно выходит на протесты, чтобы сказать, насколько это все для них не при Гемлеме. До тех пор, пока эти протесты сводятся, по большому счету, к тому, что по дорогам определенным в какое-то время нельзя проехать без риска попасть в пробку на пару часов, это принципиально уже ситуацию не меняет. Это явление существующее, и как любое такое явление, к нему, с ним рано или поздно учатся жить. Другое дело, что может произойти, если одна из этих демонстраций кончится трагически. Если произойдет какой-то инцидент, вот как, например, на Хомбарне, публицист, где-то идет охрана, написал сегодня, что может что-то измениться, если, если я не ошибаюсь, он написал, что если раздавят насмерть кого-то из демонстрантов. Потому что уже были инциденты, когда взбешенные водители пытались прорваться через демонстрацию. Что-то такое, такой черный лепесток. Но не хотелось бы этого, чтобы до этого доходило. Пока тупик. Я думаю, что мы и наши зрители солидарны полностью в этой идее, но до тех пор, пока эта ситуация такая, то ничего не изменится, поскольку, скажем так, нет площадки для диалога. Ганц и Лапид, которые ушли с переговоров в середине июня, теперь призывают на них вернуться. Коалиция говорит о том, что если у нас заручаются на переговоры, то только после того, как мы что-то сделали, чего-то добились, показали, что мы это можем, вернули себе определенную позицию силы на этих переговорах. Показали, что мы серьезно. Но это остается открытым вопросом. Если это произойдет, если закон о принципе разумности будет все-таки принят во втором и третьем течении, как коалиция планирует через 10 дней, то вернутся ли Ганц и Лапид с такой ситуацией на переговоры, или же они почувствуют, что давление улицы на них таково, что они не могут себе позволить это сделать. И тогда этот тупик будет продолжаться. Спасибо. Ари Кельман, израильский политический обозреватель, был в эфире Лучшего радио. Спасибо вам, Арик. Спасибо. Спасибо.